Вот уже несколько лет Галина Смирницкая добивается справедливости. Женщина пытается вернуть деньги, которые, по ее словам, в 2019 году незаконно взыскала управляющая компания. В платежке появилась графа. Суды на электроэнергии за 2016 год. 3200 рублей столько насчитали в управляющей компании. Сумма для Галины Смирницкой существенная. Ранее она уже обращалась в государственную жилищную инспекцию Московской области. Там нарушения нашли. Однако сама управляющая компания на контакт не идет и на предоставленные документы не реагирует. Для меня что принципиальное? Если есть нарушения, они должны быть устранены. Если они не перерасчитывают, значит пусть перерасчитают прям завтра утром. Еще одно обращение к главе от Татьяны Смойкиной. Пенсионерка просит Дмитрия Волошина оказать материальную поддержку в установке памятника на могилу ее матери, участнице Великой Отечественной войны. Чем я могу помочь, скажите? Конкретно, чтобы администрация помогла мне в восстановлении памятника. Ну каким образом? Помогла чем? Деньгами. Татьяна Егоровна подсчитала на все. Ей необходимо около 100 тысяч. Однако по закону администрация не имеет права расходовать бюджетные средства на такие цели. Я заинтересован вам помочь, но бюджетными деньгами не могу помогать. Не имею права на это. Татьяна Егоровна, давайте мы подумаем, чем мы можем помочь. И тогда мы вам найдем официальный ответ. Приемы граждан глава городского округа проводит два раза в месяц. Дмитрий Волошин реагирует на все обращения горожан и старается решать имеющиеся проблемы незамедлительно. Благодаря такому подходу, уверен, глава округа удается наладить тесный контакт с жителями. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова